В начале планерки заместители главы поставили задачи на предстоящие 7 дней. С сегодняшнего дня началась Масленичная неделя. Людмила Гузенко ставит задачу провести все мероприятия на высоком уровне и подготовиться к главному, которое состоится в воскресенье. Татьяна Завезен сообщила, что на этой неделе делегация Танапы отправляется на выставку Интермаркет в Москву. Также на территории курорта и в сельских округах продолжается мониторинг цен на социально значимые товары. Есть замечания главам сельских округов. Они недостаточно хорошо работают с местными предпринимателями. которые не хотят закупать хлеб по специальной низкой цене от Анапского хлебокомбината. Хоть это и не приносит сверхприбыли бизнесменам, зато необходимо жителям. Управление торговли продолжает эту работу и помогает магазинам с поставщиками, которые цены значительно ниже. Еще хотела обратиться к главам сельских округов сейчас. Вам направлялись письма. На прошлой планерке я давала вам поручение. И вам хлеб у производителя по ценам 16-17 рублей в ваших сельских округах не нужен. Не нужен. Вам не нужен. Нужен людям. О начале месячника противопожарной безопасности в образовательных учреждениях сообщил Алексей Харитонов и поставил задачу провести ряд мероприятий в этом направлении. А главам сельских округов продолжить работу по расчистке каналов, чтобы во время паводков не было печальных последствий. Весна – время пахать и сеять. И в Анапе весенние полевые работы уже идут полным ходом. Об этом доложил начальник управления сельского хозяйства Александр Колесников. После окончания сева зимых культур прошло чуть более трех месяцев. За это время на предприятиях была завершена подготовка почвообрабатывающей посевной техники. В достаточном количестве приобретены минеральные удобрения. Доведены до посевных кондиций семена для ярового сева. Озимые культуры урожая 2013 года расположены на площади 10,5 тысяч гектаров. Сейчас проводятся уходные работы на озимом клине. И к 15 марта подкормка озимых будет полностью завершена. Далее начнется обработка колоссовых культур гербицидами. Также в рамках весенних полевых работ будет проведен и весенний сев сельскохозяйственных культур. Всего предстоит занять различными яровыми культурами более 9 тысяч гектаров. Также в настоящее время ведутся работы по обрезке виноградной лозы и плодовых деревьев. Проведена обрезка на полторы тысячи гектаров виноградников или на 55% всех площадей. Обрезку плодоносящих насаждений планируется завершить 1 апреля. Молодых 15 апреля. Уже сегодня полностью завершена обрезка виноградников ООО «Возрождение» ООО «Графирма Приморская» «Завод «Люк жизни». Созначительным отставанием ведутся работы в «Заводская лоза», где имеется 507 гектаров виноградников ООО «Фирма Кавказ». Вместо сведоточено 421 гектар виноградников. Завершилась планерка на приятной ноте. Золотым, серебряными и бронзовым дипломами от Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края были награждены авторские коллективы «АВС-проект» и проектно-строительная фирма «Эриэл» за разработку проектов жилых и курортно-рекреационных зданий. Ольга Родина, Роман Карпов, Анапа. Регион.